Всем привет, друзья! Снова с вами Санислав на канале Шустребу. Сегодня хочу поделиться своим домашним рецептом приготовления горохового супа. Вернее, это, наверное, больше пюре-суп с копченостями. Как я готовлю, вы сейчас все увидите. Если кому-то понравится, конечно же, ставим лайк и делимся с друзьями. Друзья, начинаем готовить. Поехали! Вот продукты, которые понадобятся для нашего суп-пюре. Это горох. У меня горох здесь четырех видов. Также копчености могут быть на ваше усмотрение. Прям любые, какие вам нравятся. Лук, чеснок, соль, черный перец и вода. Нам понадобится 2 стакана гороха. Смесь гороха нужно обязательно промыть. Промытый горох отправляю в кастрюлю. Два стакана гороха, отправляю 6 стаканов воды. Отправил на огонь. Единственное, что добавляю, это горошком черный перец. Не солю. Горох выделяет очень много пены, которую нужно будет, конечно же, убрать. А теперь буду готовить зажарку, друзья. Нам нужно нарезать лук и чеснок мелко. Колбаску буду нарезать наискось. Отправил сковородку на плиту. Добавляю столовую ложку, где-то 2 подсолнечного масла. Первым делом отправляю чеснок. И примерно минуту буду его обжаривать. Спустя минуту отправляю лук. Я забыл еще за один ингредиент, друзья. Нам также понадобится морковка. Добавил морковку. Натер через мелкую терку. Тут у меня полторы морковки. Обжариваем это все минуты 5-6 на небольшом огне. Отправляем все копчености в сковородку. И обжариваем 5-6 минут. Периодически перемешивая. Ах, пошли ароматы, друзья. Вкусно оттеление. Слюнки сразу. Сразу слюнки начинают выделяться. Горох кипит уже 45 минут. Добавляю пол столовой ложки соли. Добавляйте перец по вкусу. Я добавлять не буду, потому что у меня колбаска перчененькая, солененькая. Пробуем на вкус. И все. И можно отправлять нашу зажарку. Мясную зажарку. И слегка суп нужно блендернуть. И отправляю в зажарку. Хорошенечко перемешиваем. Доводим до кипения. Накрываем крышкой. И даем хотя бы минут 5-10 настояться. Долгожданный момент, когда уже насыпаешь себе в трелку. А запах, друзья, просто шикарный. Такой супчик обязательно нужно есть с острым перчиком. И, конечно же, с сухариками. Друзья, пробуем. Настолько я люблю гороховый суп. С копченостями. Это просто бомба. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся. Готовым вместе со мной. Делимся с друзьями. И, конечно же, всем приятного аппетита. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока.